Ну вот у нас очередной день, и мы сегодня направляемся в большой супермаркет, называется он Big C. Это не такие, как там Савен-элевен маленькие, это большой супермаркет, такой же, как там, не знаю, наш Метро или Ашан. Вот, камера сегодня запотевает, потому что очень душно, очень душно у нас, вот, мы начинаем наш путь. Вот мы приехали в Big C, как и хотели. Дорога заняла примерно где-то минут 50, или где-то 30-35 километров ехали, вот. Так он выглядит снаружи, в Big C, парковка тоже у него здоровенная, здесь парковка для байков, и есть, соответственно, парковка для машин. Вот, сейчас пойдем смотреть, что там находится, и все вам потом расскажем. Все, всем пока, будем покупать вкусняшки. Смотрите, что там находится, и все, 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 все. Где? Это понятно? Это понятно? Ого, ого. Пойдем в всякие специи, творчества. Ну вот, мы вроде вышли из Big C, ну что, хочу сказать, выбор там огромнейший, продукты, товары, насколько они непонятные, насколько они непонятные. Вот, купили фанту, так вот, красненькую, клубничную, плюс еще есть фанта зелененькая, можно показать зелененькая? Ну, я не попробовала. Плюс еще взяли вот, ну, конечно, много товаров, очень непонятно, которых в России нету. Во-первых, вот такая вот Pepsi. В стекле стоит 10 бат, то есть 10 рублей. Есть изображение каких-то тайских исполнителей. Ну, скорее всего, это оригинал, потому что тайцы очень любят Coca-Cola, там, Pepsi и так далее. Все. Вот, конечно, накупили всяких приправ и мелочи, которые можно везти с собой, чтобы потом долгую зиму радоваться. Вот, сейчас сидим, будем пить нашу Pepsi, Cola. Например, вот тачка с Hollow Pits. А, кстати, да, и для каждого тайца очень важно, чтобы у них в машине был классный выхлоп и классные диски. Вот это две, в принципе, черты, которые должны быть в машине любого тайца. Если у вас нет выхлопа хорошего, вы не тайц. Если у вас нет крутых дисков, вы не тайц. Это, по-моему, везде так. Ну, ладно, все, всем пока. И вот мы вышли. Нашему байку пришел конец. Опять спустило колесо. Я не знаю, что мы сейчас опять будем делать. Конечно, все это выглядит вот так вот. Оно спущено. Короче, с нашим колесом полное P или G. Сейчас мы опять его куда-нибудь повезем в мастерскую, а мы не знаем, где она. Это все вручную. Что? Нет. Это уже вторая мастерская, которую мы собираем. У нас опять пробило колесо. Ну, конечно, ездит 650 километров. Вот второй раз меняем колесо. Правда, сейчас пришлось пройти, наверное, примерно километра два пешком. Зашли в Лимаху. В Лимахе сказали, что извините, у вас фонда, и мы не будем вас обслуживать. Вот пришли в местную мастерскую. Короче, жесть. Так, это наш друг, моего встретили в ресторане. Привет-привет. Привет-привет. Привет на ютюбе. Ютюб. Интернет, привет. Привет. Вот. Ням-ням-ням-ням. Ням-ням. Вот мы сейчас поели. Теперь наш друг, официант, будет запускать лично для нас салют. Сейчас мы все это посмотрим. Салют на утро в Кокер. Впереди нас на Даманское море. Сейчас он все это остановит на безопасное расстояние. Осталось подождать где-то секунды 20. И заметьте, все это бесплатно. Сейчас будет все. Сейчас все будет. Сейчас наш ням-ням подождет. Камера не понимает, как надо фокусироваться. Надо немножко увеличить. А, сразу поймем. Нет, слишком увеличен. Но, зная наши русские фейерверки, когда они опрокидываются, просто надо отойти подальше. Вот, все. Смотрим, смотрим. И главное, встаем куда-нибудь. Ой. 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 Нет, уже не захотим. Может, портфельки еще и полезны. Поужинали мы мощно. Съели опять пару блюд с креветками. Вот это очень хорошо. За небольшую стоимость. Это в местных кафе. Вы получаете где-то порядка 10 креветок просто в блюда. Ну, это круто. Потому что в Москве, например, вы не отведаете такого за такие деньги. За 100 рублей салат с 10-ю креветками. Это очень трудно. Вот сейчас у нас совершается звонок в Москву. По местной сим-карте, которую можно взять в аэропорту Кукета. И звонки в Москву где-то стоят порядка 2 бат. Это дешево. Сейчас мы зашли в магазинчик. К местным жителям. Купили опять Рома с Эмсом. Купили Кока-Колы. Идем. Сейчас возьмем интернет. Выложим пару фото в ВКонтакте. Посмотрим новости из России. Потому что здесь есть пару каналов в отеля русских. Но смотреть их очень редко. Представлять все возможности. Купаться еще пока нельзя. Но пока посмотрим. Всем привет. Это такой уголок откровения называется. Короче. В самом темном углу, где никого нет. Снимай сюда. Снимай сюда. Ну. Если ехать сюда же второй раз, то все люди меня узнают. Какой ужас. Уже 5 человек подошло и сказало. Это ты снимаешь ролики, да? По твоим роликам мы выбрали это место. Так вот. Лап, извини, Дант. Оператор, надо идти на курсы. Так вот. Это креатив. Все уже знают. У тебя майка грязная. Все уже знают зюлья Nokia. Так что новые люди подписывайтесь. Мы будем путешествовать по миру. Все вам показывать. Я знаю вас. Вы знаете меня. Всем пока.